Одна из фундаментальных концепций объектно-ориентированного программирования — это наследование. Речь идет о том, что классы можно создавать не с нуля, а наследуя или расширяя другие существующие классы. Наследование в Java обозначается ключевым словом «extense». Наследоваться можно только от одного класса. Унаследованный класс автоматически получает все поля и методы базового класса. Пользоваться ими, ну, с учетом модификаторов доступа, может как он сам, так и другие классы программы. Причем им совершенно не важно, объявлено ли поле или метод непосредственно в классе или в одном из его родительских классов. Иерархия наследования может быть произвольной глубины. Сравните. Метод intValue определен в классе bigDecimal. Метод shortValue объявлен в его родительском классе number. Имея на руках экземпляр bigDecimal, мы можем вызывать на нем как intValue, так и shortValue. Не задумываясь о том, на каком уровне иерархии наследования объявлены эти методы. Работа с ними выглядит абсолютно одинаково. В классе наследники можно добавлять поля и методы, тем самым расширяя возможности базового класса. Кроме того, методы можно переопределять. То есть в классе наследники можно завести метод с таким же именем и параметрами, как в базовом классе. При этом тип возвращаемого значения должен либо совпадать, либо быть подклассом, типа возвращаемого базовым методом. А также модификатор доступа должен быть либо тем же, либо более открытым. Если эти условия выполнены, то метод класса наследника заменит собой одноименный метод из базового класса. В следующем примере класс stringBuilder наследуется от некоего abstractStringBuilder и переопределяет его метод append, принимающий строку. При этом возвращаемый тип отличается, но переопределение является корректным, так как возвращаемый здесь stringBuilder является подклассом, возвращаемого базовым методом abstractStringBuilder. А вот если бы мы здесь стали возвращать какой-нибудь int или string, то код бы не скомпилировался. Хорошая практика ставить на переопределенных методах аннотацию override. Она явно декларирует ваше намерение переопределить одноименный метод базового класса. Это может показаться избыточным, ведь переопределение происходит независимо от наличия аннотации. Однако это полезно для дополнительной самопроверки. Например, можно ошибиться в имени метода или в его параметрах, и таким образом создать самостоятельный метод, не перекрывающий метод суперкласса. Или объявление суперкласса может измениться без вашего ведома, и сигнатуры методов разойдутся. При наличии аннотации override компилятор сразу укажет вам на эту проблему. Продолжение следует...